в общем нужен микрофон до или нам будет слышно без него можно так как не то говорили наши последовательности что я вот ввожу и передаю микрофон и любят хотя я подаю себе отчет что его представляете вводить аудитории в аудиторию совершенно вы знаете этим не менее и это я просто оправдывать почему я начну говорить о том о чем мы сегодня будем говорить вот мы будем разбираться с фетишином теоретического и вот это наша разборка нам будет если получится одно из двух либо это будет некое подобие суда либо это будет никого врачебного жеста вот постельку поскольку в общем еще нужно выяснить фетишизм это преступление или болезнь то есть то что это болезнь это очевидно но возможен вариант что это есть некое преступление которое выступает против чего-то значимый в нашей жизни человеческом существовании возможно с ним нужно вот таким судебным образом разобраться а может быть просто обнаружив поставить диагноз предположить возможную профилактику или даже способ излечения и вот я начинаю наш разговор сразу же хочу сказать что я конечно больной в этом смысле то есть я абсолютно думаю 56 теоретического но с рефлексией поэтому я готова лечиться даже при аудитории и я думаю что мы начнем с некоторого такого причинения мотива мотива того что мы принимаем участия в этой разборке я уже начала это признать во первых да я чувствую себя зараженной этим угодно вирусом или болезни теоретического и несмотря на то что есть рефлексии я готова то есть я ловлю себя или стихийным сопротивлением всякой критики фетишизма и готова даже сопротивляться на уровне рационального вот я просто два слова по этому поводу скажу например в ситуациях когда я с очевидностью вижу я об этом говорил на своем курсе что обламываются всякие возможные объяснения то есть теоретический жест мне этих объяснений не хочется они не устраивают они демонстрируют свою принципиальную неполноту и я понимаю да вот казалось бы в этот момент нужно сказать и все теоретическое должно приостановить свои полномочия должна поступить в силу некоторая другая логика некоторая другая речь некоторая другая жизнь и тем не менее я говорю так нет может быть вот то что должно быть приостановлено это просто некое узкое понимание теоретического я должна просто посмотреть более широким образом на объяснение вообще давно научность вообще и увидеть в ней что-то более широкое правильное но даме устраивают если так пафосно решать мне скажем не устраивают вопросы о том что случилось сутка курск различного рода физические объяснение хотя вы понимаете да что они вполне возможно я могу там сказать что там было с давлением воздуха воды и так далее и так далее но мне это совершенно не интересно однако же я предполагаю при этом что возможно какая-то иная научность включающая в том числе не только объяснение активированных сущих объяснение участников этой ситуации и включающие в том числе работу ситуации какая-то другая научность найдет правильный выход устроил устраивающий меня из этой моей потребности понять что происходит в этом смысле вот я остаюсь в некой верности какому теоретическую но тем не менее вот это заставляет меня посмотреть на возможные его границы внутренние и вот вторая ситуация она тоже такая но не тоже она скорее эпистемологический характер вообще теоретическая критиковать мод причем даже в науке и философии науки есть такой яркий тезис не одним философом и постемологом озвучены наука это практическая рациональность наука не должна заниматься объяснениями потому что законы физики лгут потому что закономерности есть закономерности сталкивающиеся с друг другом да противоречащие друг другу поэтому мы должны заниматься наукой только лишь как практик наука должна просто работать с реальностью а должна оставить стороне все объяснено и слыша это я тоже начинаю некоторым смысле сопротивляться то есть я это слышу да но и да это хорошо но это не все я не могу отказать науки в какой-то дополнительной смыслонаделяющей деятельности которая должна быть добавлено практически то есть в этом смысле я готова на то что меня будут критиковать лечить и судить это мой мотив прийти на эту разборку в действительности есть несколько способов попытаться как-то внятно поговорить о том что Влада Владимировна так удачно обозначила как фетишизм теоретического ибо предмет разговора до конца не ясен но я вот например представляю его себе таким образом ну скажем так что человек есть существо умопостигающее а именно умопостигающее то что вообще говоря является умопостигаемым это означает что достоинства приписываемые человеку преимущественно относятся к его разуму и его способности мыслить сущее скажем истинно мыслить сущее скажем опять же к трансцендентальному субъекту который представляет собой некоторое познающее устройство странным образом прикрепленное к нашему телу и корень проблема отчасти не полностью но отчасти он лежит в том что так или иначе но мы как например как специалисты по словам даже здесь не суть важна философом или нет мы некие жрецы логоса мы свет за всеми другими жрецами логоса предполагаем что именно познавать мир его истину это и есть самое достойное истинно человеческое занятие что мы ну скажем подобно неким таким считывающим устройством перемещаемся по разным измерениям полянам этого мира и познаем то что познается то что подлежит познанию ну например в силу того что согласно канту мир обращен к нам в том числе своей феноменальной стороной где находится явление или вещи для нас которые мы как подконку нашего познания благополучно поглощаем и тогда кажется что вот именно это занятие вокруг которого разворачиваются великие философские споры ну и является человеческим занятием по преимуществу а все остальное это не что иное как выплата налога на присутствие то что мы отобещены своим телом своей телесностью какими-то сырыми непросветленными чувствами какими-то разными гравитациями вот это стало быть волей-неволей следы нашего несовершенства а при этом мы знаем что все разумное в мире действительно и наоборот все действительно разумно мы охотно верим что мы можем мыслить смущие не сдвигая его со своих мест и это и есть самое достойное удивление и быть может самое важное что мы себе приписываем а также и другим то есть некое исходно теоретическое достигаемое и тогда если исследовать этой логике может оказаться что собственно говоря что идеальное познавательное устройство это ну светит лозгий обладающий собственно говоря нулевым самочувствием некий человек который на вопрос как ты себя чувствуешь отвечает никак я себя только мысль и это нулевое самочувствие где представленность тела в лесках нулю и должна тогда рассматриваться как наша близость к истокам творения к самому творцу к тому важнейшему что есть в этом мире и вот в какой-то момент ну собственно понятно что это у нас обладающий тезис немецкой классической философии но даже внутри европейской метафизики существует своеобразное отступление когда вдруг мы понимаем что чистая дискурсивность и умопостигаемость не просто ну не является чем-то самым достойным они вообще говоря мы отводим этому такое место в наших речах потому что об этом есть что сказать потому что мы как специалисты по словам и жрецы на это заточены и этому обучены а вот какие-то соседние регионы присутствия ну скажем не нулевое самочувствие ну например например опыт веры но опыт веры это даже достаточно сильно сказано ведь понятно что опыт веры не сводим к чистой постигаемости не сводим к дискурсу о вере что в общем то вся теология мира вместе взятая не заменит его и вообще говоря может присутствовать при полном отсутствии реального опыта веры и наоборот легко представляем себе какую-нибудь вот запковленную бабушку которая ставит свечку ничего этого не может сказать но она знает что это надо и стало быть она некоторым человеческим образом поступает но это ладно я-то хотел бы высказать может быть более такой радикальный тезис в соответствии с которым мы участвуем в целой совокупности семиозисов и каждый из них по-своему не менее значим и не менее радикально делает нас людьми чем семиозис познания в целом например даже такие фигуры сентимента как ревность зависть обида вина то что не является вообще говоря познанием но тем не менее уметь ревновать по-человечески то есть располагать этим опытом в значительной мере даже это определяет способность быть человеком и никакие другие существа не ангелы не бессловесные животные мы предполагаем на это не способны то есть я хочу сказать что сама эта группа семиозисов где наша телесность инвестирована гораздо более очевидным образом и где мы уже не можем рассчитывать на нулевое самочувствие там вся полнота контактного проживания все наши рефлекторные способности и внутренний гормональный дождь и вся степень телесной отягощенности предполагает что в этом океане обиды ревности вины обещания и многих других вещей мы в такой же мере если не в большей являемся людьми как и в том что мы познаем в целом более того в какой то момент мы может быть можем даже и заподозрить что собственно говоря познание или продвижение по умопостигаемой поверхности мира есть некая такая подозрительная деятельность которая может быть сброшена на персональности может быть сброшена на автопилот доверена искусственному интеллекту чему-то подобному но во всяком случае совершенно точно мы вправе рассмотреть тезис глянется о том что всякая монада обладает строго говоря всей полнотой знания о мире но только это знание смутное и неотчетливое наше знание оно является ясным и отчетливым и в этом вся разница но мало того что оно является ясным и отчетливым мало того что это именно некое знание познающих то есть это наше знание которое мы отличаемся друг от друга которое мы готовы друг другу передавать при случае которое мы можем инвестировать в иные семиозисы в том числе использовать как форму соблазнения как некую жительскую ставку и так далее а не только с точки зрения самовозрастающего лобуса то есть не только с точки зрения чистой постигаемости которая сама за себя может постоять и может сама за себя высказаться иными словами опять же мы можем предположить что каждое каждое мгновение сущее само себя познают посредством того что оно само себя удваивает такая интерпретация вполне возможно она тоже осуществляется в частности иерархия честно но нам это совершенно не важно и не интересно нам не важно дликли сущее свое существование посредством маниакальных повторений колебаний суперструм или каким-то иным образом или же это некоторое своеобразное доперсональное познание нам интересны мы познающие нам интересны мы которые обладают теми или иными знаниями в соответствии со своим выбором мы лишь косвенно имея отношение к общей постигаемости мира обращаясь к инфраструктуре науки мы понимаем что это например борьба за приоритет что это может быть ну некий фактор способствующий инвестированию логоса в другие окружающие семьи в эрос или в бахос повод для речи дружеской компании и так далее то есть существует множество вещей где мы где наше обособленное персонализированное знание не имеет прямого отношения к умопостигаемости мира и следовательно не является теоретическим это некоторое несобственное его использование хотя с точки зрения нашего человеческого бытия быть может именно оно и есть максимально собственным и максимально близким нам и тогда в этом смысле оказывается что наша телесная отягощенность наша воплощенность в теле не только является неким результатом несовершенства и печальных ограничений которые мы должны были бы преодолеть по идее но как раз именно это является решающим основанием субъектности решающим основанием того что познание есть познание познающий а не простая условно допускаемая трансляция мира и именно это знание познающих привязанное ко времени к спорам к возможным обсуждениям и к речам и выглядит и предстает в качестве вот того чрезвычайно важного что позволяет нам наши ограничения и вот эту нашу воплощенность рассматривать как своеобразную форму радости ну нашей удивительной участи и того что как героиня одного французского фильма говорит своему возлюбленному какое счастье что у людей есть тела и это действительно счастье хотя быть может это и препятствует всепроницаемости нашего познания но такого рода дистрибуция по телам и по персональностям делает мир таким каким он есть чрезвычайно азартным интересным и безусловно быть может поэтому мы вслед за Викштейном могли бы согласиться с тем что да игры вокруг глагола знать очень важны где-то там располагается и наука и педагогика но помимо этих игр есть множество других есть какое-нибудь есть множество образцов работы машины языка на холостом ходу которые для нас зачастую столь же важны как все игры вокруг глагола знать простое остроумие возможность поддержать другого для чего мы тоже используем и в конце концов все эти свернутые сейчас пространства игр типа там шумелки кричатки сопелки пахтелки которые в действительности могут быть развернуты в целые миры и вот именно эта многомерность семиозисов то есть способов экспликации манифестации человечества в человеке составляет то удивительное единство которое мы называем субъектом а при этом трансаментальный субъект остается лишь одной из насадок ну как бы из неких таких машин которые мы безусловно пользуемся но уж больно преувеличиваем и фетишизируем его роль роль это и наши универсальные насадки и мы делаем это именно в силу цеховой солидарности жильцов логоса так сказать очень удобной обсуждаемости именно этого вопроса оставляя другие очень важные человеческие семиозисы в качестве чего-то непросветленного невежественного не облагороженного светом разума хотя известным смыслом и страдать и ревновать по-человечески значит в такой же мере быть людьми как по-человечески даже по-сверхчеловечески познавать вот такая как бы версия этих тезисов которые мы можем продолжить обсуждать саша вот мне иногда кажется начинается некоторая такая оборвали полемика внутри философская что любая сторон сражается с воображаем ну то есть в том смысле вот вот знаете когда когда логические эмпирики критикуют метафизиков мне хочется всегда спросить кто они метафизики причем даже когда показывают мне пальцами хайдеггера я не узнаю вот ну то есть я понимаю что я такой сконструированный объект критики вот и вот здесь мне тоже хочется спросить так кто ну конкретно кто фитишист но в смысле из тех людей которых мы можем там уважать иметь ввиду да и желательно вот с какой-нибудь формулой этого фитишизма ну то есть вот в том смысле что так типа эго когета да но ведь мы понимаем что в это когета вход входит различные модусы человеческого существования в том числе ну то есть в том числе те которым прямую вот поставить однозначно соответствие слова знать нельзя вот ну хорошо канда трансцендентальное единство от прецепции извините канц говорить естественно то есть для того у кого для канта этим все заканчивается вот да вот это вот наверное фитишист покажите мне него пальцем хотя на самом деле я знаю кто это но я сама не скажу вот но у самого канта мы понимаем да что трансцендентальное единство от прецепции я мысль которая должно сопровождать все мои представления пустая форма то есть ну и как говорит она не самодостаточна это вообще даже не конец критики чистого разума не говоря уже о концах критики вот то есть в этом смысле мне непонятно и в этом смысле даже вот я например могу указать критика фетишиста вполне себе нормальную да ну то есть я даже могу сказать формула этой критики фетишиста всем известный тезисы фейербахи да то есть это очевидная критика но хорошо скажите мне кто не имел ввиду изменять до тебя кто не имел ввиду ну да может быть не у всех получилось изменять мир да может быть все только лишь объясняли но кто отказывался хотеть изменять мир кто отказывался об этом думать об изменении мира кто играл нет ребят я объясняю а знаете остальное мне не вам это первый вопрос да кто враги а второй вопрос второй вопрос такой формы подозрения выскажу и просто я ему скажу сейчас чтобы он не ушел он вот касается простой речи значит вот у меня вот что зацепило смотрите как мы говорим мы говорим вот есть такие вот разные положенные модусы человеческого существования в том числе модус теоретического да и мы говорим что вот как бы этот модус теоретического заслоняет эти все другие модусы да и да понятно это формула фетишизма да частично объект заслоняет полностью реальность и вот оно так получается но почему он может заслонить потому что он положен как один из да и приобретает себе статус всех без права на то да то есть он говорит а я за всех я главный да ну типа знать это главное а все остальное явно но вот ведь у меня какой вопрос кроме того что я не знаю кто так говорит да ну значит почему не знаю а во вторых мой вопрос следующий ведь должно ли быть поняты так теоретическое не есть ли такое понимание теоретического как отдельного от праксис тела нравственного жеста там коммуникации вот так понятая теоретическое это уже это уже извращенное теоретическое которого вообще говоря не должно быть потому что теоретическое это есть наделение смыслом всякого праксиса и в этом смысле не является ли вот этот бунт праксисов против теоретического как раз тем что делает теоретическое отдельной сферой вот этим конем вакууме и фетишизирует его то есть не являются ли сами эти практики тем что фетишизирует теоретическое потому что если отнестись к этому по мягкому со стороны такого фетишиста как я то повторяю теоретическое не существует в качестве отдельного жеста и не мыслит себя таковым теоретическое это наделение смыслом любого жеста а то есть это само смыслом наделение и в этом смысле мой результирующий вопрос расскажи мне пожалуйста какая у тебя ревность больше устроила вот простая такая чистая ревность или ревность сопровожденная метафизическим обоснователем тебя мне вообще абстрактно ну ну если бы мы могли опыт ревности как бы если бы могли бы мы управлять им то наверное это уже и не было бы ревностью поэтому я смогу подозреваю что что вот как бы пойманная ловушки логоса ревность перестает быть самой собой становится например материалом для рассказа предметом для гордости ну и неким таким формы бытия и передачи для другого мы же знаем как выглядит настоящая ревность это какие-то так сказать бесконечные доказательства которые ничего не доказывают а при этом они все равно приводится а какой-то неожиданный аргумент какой-нибудь там пресловутый пресловутый клочок записки или что-то еще подозрительное ну все это просто прекрасно описано в томике под названием «Беглянка» и «Пленница» да вот все это все эти прокручивания вроде бы познавательных машин на холостом ходу показывают нам что это не избыть это какое-то такое вот страдание души и пока он остается каким-нибудь самодостаточным он остается вот симеозисом который подобают людям ну по крайней мере субъектам в классическом смысле которые все еще обладают внутренним миром а вот что касается фетишизма то ведь здесь ну возьмем самый первый тезис Сократа и все вокруг него вращается там добродетель есть знания и мужество есть знания и вообще справедливость тоже есть некое знание сколько усилий потрачено Сократом и Платоном чтобы доказать что это именно так но тут все равно все равно существуют для нас определенные ну подозрения которые как раз окончательно сформулировал только Кант безусловно предметом или объектом познания может быть все что угодно все что угодно может стать материалом для нашего познания поэтому и свет далекой звезды и как бы непримиримый факт существования другого в равной мере могут нами познаваться и о мужестве мы можем сказать что-то существенное и даже о гвозде но дело в том что все таки забиваем стенку мы гвоздь а не знания о гвозде и так сказать любим мы любовью а не психоаналитической ее интерпретацией то есть не тем знанием которое безусловно может быть извлечено да и жизнью живем как жизнью а не тем что мы можем о ней сказать здесь конечно возникает великий соблазн которого не спешали многие включая и лакана сказать что и тем не менее да только то что нами исследовано то что мы каким-то образом пытаемся познать вот только оно и является собственно человеческим то есть все равно в той мере в какой хоть какие-то фрагменты и аргументы локса сохранены в той мере человеческой является и обида и ревность и зависть и вообще все но но именно меня то все таки очень интересует как раз вот этот момент выхода за пределы круга явлений который как раз наиболее честно представлен у Канта насколько Кант говорит нам что да что бы мы не пытались познать мы каким-то образом можем познать приведя эти ноумены к феноменальному состоянию то есть опять таки скомпоновал их на удобной умопостигаемой поверхности и поэтому таким познанием могут быть и наши собственные психологические способности и даже я сам могу быть неким объектом познания другого или самого себя но я сам как объект познания и я сам как субъект обещания это совершенно разные способы данности сколько бы я себя не познавал я все равно буду познавать себя наряду с другими явлениями полагает Кант здесь у нас нет способа бороться из этой имманентности но если мы предполагаем достоинство вещи в себе за каждым за каждой экземплярностью сущего то уж тем более мы должны предполагать такое достоинство за такой вещью как я и мы существуем ноуминально но не тогда когда мы себя познаем а тогда когда мы например принимаем решение действуем в соответствии с постулатами практического разума то есть обещаем выстраиваем свои миры занимаемся своей персональной демиургией и даже в этом смысле мы используем познание но опять таки не собственным образом а как подспорье как нечто такое что в данном случае ну требуется нам для выстраивания вот этих достаточно автономных и суверенных миров человеческого миров субъектности которые по своему определению не являются строго умопостигаемыми и познаваемыми мирами потому что опять же да вот этот изначальный фетишизм который требует нам признать что и добродетель тоже не знания он в конечном счете он предполагает что что важнейший демиургический промысел извне состоит в том что есть некий порядок вещей а наш порядок идей должен быть таким же как порядок вещей и тогда наше познание будет истинным ну известно спиноновский тезис что порядок идеи порядок вещей один и тот же и стало быть наша задача как таких умных черепашек перемещающихся познающих устройств состоит в том чтобы правильно считать контуры замысла то есть вот те умопостигаемые моменты силовой линии по которым был создан мир как только мы это осуществим мы испытаем радость познания мы завершим нашу миссию но ведь это же не все что способен человек я бы сказал так что тогда когда мы выступаем как обладатели своей собственной деморгии как художники например или просто как люди говорящие себе да будет так я хочу чтобы чтобы мир выглядел вот так вот так и вот так мне захотелось пусть будет вон тот одетый во все не по росту и захотелось и я выстраиваю свою деморгию в соответствии с тем что мне захотелось это и есть моя чисто суверенная манифестация которая безусловно не является ни теоретической ни познавательной а является непосредственно деморгической но при этом чрезвычайно важной или как художник который говорит ну конечно задача философа важна постигнуть замысел порядок замысла и его иерархию и добиться того чтобы порядок наших идей совпадал с порядком сотворенных или правозданных вещей но меня интересует другое скажет меня интересует редактура этого мира и его авторизация потому что облядел я сущее и понял что тот кто его облядел впервые сказал хорошо весьма а мне кажется что не очень хорошо что есть что исправить есть как бы возможность внести некую редактуру ну или во всяком случае авторизовать свое собственное бытие ведь даже и в познании авторизация бытия является радикально важной тот же лакан совершенно точно говорит что каждое означающее может означать все что угодно но прежде всего оно означает я говорю то есть прежде всего оно означает что у меня есть некий повод открыть рот и нарушить равновесие прежде сказанного это вовсе не обязательно чисто познавательный теоретический повод это повод некой прямой манифестации манифестации нашей такой общей миросозидающей геморгии где мы не являемся познающими устройствами или являемся ими превходящим образом как сказал бы аристотик то есть неким несобственным и тем не менее этого вполне нам хватает чтобы быть в полной мере другое дело опять же что в специально культивируемых местах типа лектории университетов и в специально культивируемых играх как сказал бы бельштейн игрок вокруг глагола знать то есть то чем мы все таки занимаемся по жизни мы действительно этими играми с глаголом знать преимущественно и занимаемся мы и занимаемся теоретически ничего не поделаешь но это не значит что мы не можем совершенно точно или более менее точно патологически ранжировать рот этих занятий и признать что вообще говоря в спектре обыкновенного человеческого или слишком человеческого может быть это не столь уж важный мир и на самом деле ну не поучаствуем мы в этой эстафете эстафете познания но поучаствует кто-то другой но в свою личную демиологию мы пропустить не имеем права и она несравненно важнее я посопротивляюсь ну вот ну вот такие несколько просто бросков да да это наше познание знания передать машине легко ну типа это такая объективированная штука да и поэтому это это не серьезно поэтому это надстройка над субъектом а все остальное это не передаваемо легко таблеточка ревность ну пара записок в карман нет я имею ввиду большое количество фантастики построено как раз на отчуждение чувственного причем гораздо более легкое на отчуждение чувственного чем на отчуждение рациональное вот но теперь что касается опять таки вот этой вот завязки теоретического с практическими с практическими я буду настаивать вот на невозможности точнее как бы на искусственности их раздельного понимания и более того на том что по-видимому не теоретическое по преимуществу настаивает на этой раздельности то есть как раз теоретическое отделенное от праксиса есть некое следствие настаивание праксиса на собственной значимости ну как бы праксиса в смысле вот как это использует там гусли говоря практической установки да ориентации на конечные цели вот вот а вот в контексте связи вот с твоими примерами значит сократ познаем познаем мужество познаем справедливость познаем достойное существование человеческое однако цена нашему познанию достойная смерть и в этом смысле это достойное то есть не цена а удостоверение нашего познания достойная смерть Причем она отдельно от нашей мудрости, ни в коей мере. Я вас этому учил, да, вот я учил, что вы здесь плачете, я вас учил тому, чтобы достойно умирать. То есть и в этом смысле это демонстрация моей мудрости. А теперь про художника, который хочет редактировать. Абсолютно согласна, да, слышу, это жест, но вот этот жест желания редактировать, и ты сам произносишь, да, Он оглядывает все сущее, извините, это кто? Вот этот вот в аффлекте, вот этот вот оглядывает все сущее. Он оглядывает все сущее, потому что есть вот эта вот контемплара, да, которая ты созерцаешь прекрасный храм, которым темпл, которым является весь мир, и только созерцая этот прекрасный храм, прикасаясь к нему в радости созерцания, ты можешь, увидев это все сущее, захотеть его редактировать. В этом смысле, будешь ли ты хотеть редактировать сущее даже в этой одной отдельно взятой картине, если у тебя нет силы, духа созерцать этот прекрасный храм в целом? И еще одно. Вот это непостигаемое, о котором уже у нас много велась речь, является ли это тем, что лежит где-то там за закрытыми дверьми, очень правильным образом закрытыми дверьми, и ждет, когда мы его совершенно без некого жеста, а вот такой взгляд, ну типа силой ума, откроем, и оно, вот оно, умозримое. Вот я тут ум, а тут умозримое. Хопс, я открыла и созерцаю его. Ведь на самом деле умозримое – это усилие и работа человека. Вот это высший праксис, то есть теоретическое, это высший праксис работы, открывающей или творения умозримого. То есть в этом смысле я продолжаю настаивать на том, что мыслить отдельно, да, эти жесты, жест теоретического и все остальные жесты, незаконны. И потому как бы я не вижу, то есть в этом смысле, но незаконно это не значит, это не происходит. Незаконного куча происходит в нашем мире, и один из таких незаконных жестов – это такое вот вычеркивание теоретического или отправление его в сферу чистого созерцания, где оно оказывается только лишь лишней нашлепочкой. Вот, и вот в качестве такого, ну, если нужен мой вопрос, да, то есть если недостаточно моих контраргументов, то вопрос мой был следующий. Вот, нарисуй, пожалуйста, только честно утопию, в которой нет теоретического. И все. Что происходит в этом мире, где нет не просто фетишизации теоретического, а теоретического вообще? Если учитывать, что теоретическое, это вот в том числе, ну, мы не можем редуцировать смыслы, да, теоретического, с которым оно пришло в наш язык, да, пришло в наш, в опыт нашей речи. Да, как бы философская речь, но не только философская речь, да, мы говорим этим словом и понимаем, да, вот созерцание храма. И ведь, как бы, все первичные, первоначальные модусы, связанные с теоретическим, с теоретическим, это во многом модусы включенности, да, то есть любопытство, это и удивление, это очень специфическая согласно включенность в мире, но это все равно включенность. То есть это не то, что, так, вообще, там, на гору, извне, вот, как бы, этого нет нигде, да, нет нигде взгляда из ниоткуда, вот. То есть вот, а моя просьба, это про утопию, теоретического нет. Если получится, конечно, утопия, а не антиутопия. Ну что, да, это очень достойные тезисы, с их пафосом я даже согласен, но кое с чем все же не очень так согласен. И дело же не в том, что мы бы, например, хотели провозгласить такое некое непросветленное существование, где мы были бы вовлечены в работу, в труд, исключительно в инвестиции наших тел, да, и в аффекты, да. Вовсе не об этом мы говорим, мы говорим скорее о противоположном, да, о том, что вот с того момента, когда брахманы берут реванш над кшатриями, над воинским братством, и уже они не выступают в роли распорядителей ритуалов, заклинателей, но в роли распорядителей аргументов, и по-прежнему способны продуцировать некие речи, да, которые, может быть, делают брахманов не такими сильными, как раньше. Но, или иными словами, это вот некоторое лукавство, которое все-таки связано с тем, что с трудностью проведения этой разограничительной линии, да, прекрасно осознавать происходящее, кто будет говорить, что это не так. Безусловно, это здорово. Безусловно, отдавать себе отчет, это не главное философское добродетель. Да и всякая человеческая чувственность, она, безусловно, резонирует и реверберирует возможности о ней сказать слова, ее обсудить. И все же, если мы посмотрим на само происхождение теории, ну, собственно, известно, что это слово греческое, да, и вообще теоросами, ну, по крайней мере, если верить Адо или Гигериху, то первоначально теорос, это, собственно, зритель на Олимпийских играх, который не участвует в игре, да, и теория, это означает быть надо схваткой, это означает, что ты сохраняешь свою эту прекрасную дистанционную свободу, но сам не борешься, не заберегаешь коней, нет у тебя никакой полоски, да, которая должна была бы бежать по стадион, то есть до полного истощения. И поэтому ты действительно свободен, и поэтому ты можешь высказать некие слова, упакованные в длинные порядки. То есть ты способен выстраивать теоретические точки зрения, поскольку ты теорос, а дальше мы уже знаем, к чему это ведет. Это неизбежно ведет к тому, как выражались уже в дальнейшем стойки, да, да, и пикурейцы тоже, следует тому, что я говорю, а не тому, что я делаю. То есть возникает легкая способность искушения и продуцирования различных умных речей, ну, умных там в кавычках, которые могут быть использованы для того, чтобы руководствовать ими других, но не обязательно руководствоваться этим самому, потому что свободный теорос, он не участвует в игре. И поэтому у него и есть отдельное теоретическое, которое и в самом деле чисто дискурсивно. И развитие европейской метафизики, оно в этом смысле потому-то и оказалось таким быстрым, что меняемые точки зрения не инвестированы в телесность. Они легко отделимы от нашей жизни. Их можно через запятую так, вот сегодня я придумал такое учение, а завтра я придумаю другое учение, просто потому что мне в голову пришла новая мысль, и ничего, что она не имеет никакого отношения к моей жизни, и не надо. Но оно представляет собой некую точку зрения, да, нечто теоретическое, все теоретическое может быть высказано. Это нам сразу напоминает знаменитый тезис Станинского Ежелеца, который говорил, что преимущество плоских мыслей состоит в том, что их много помещается в голове. И в данном случае преимущество теории состоит в том, что их тоже очень много помещается, и они такие все разные. К тому же у нас, как известно, презумпция новизны доминирует над презумпцией истины, и поэтому мы с удовольствием принимаем новые теории, что-нибудь свеженькое, но как бы действительно получается, что слова, слова, слова... Мы не правим колесницей, мы там, на трибунах, и там уже на трибунах зачастую образуются кружки зрителей и служителей, которые уже отвернулись от арены и слушают теоросов, как бы загипнотизированные какой-то речью, как говорит Сократ Иону. Это тоже соблазнительно, да, это тоже способствует дополнительному культивированию вот такого чисто теоретического знания. Но это особенность именно европейской метафизики. Потому что если мы возьмем любой другой тип знания или мудрости, я уж не говорю про веды, про бюдизм, но даже дарсизм, конфуцианство, мы увидим, что там дискурсивная часть, дискурсивная составляющая является всего лишь одной проекцией. Она сама по себе незначима, это как либретто без музыки. Она должна сопровождаться некоторыми реальными преобразовательными усилиями. Ну хотя бы какой-то там дыхательной гимнастикой, не знаю, какой-то аскезой минимальной или государственным участием. И только тогда мы получим нечто целое. Но если наше знание, если наша дискурсивная теория строго привязана к инвестициям тела, то их не может быть много. У нас не остается ничего другого, как целиком прожить ее как жизнь. Потому что, собственно говоря, точки зрения, которые можно придумывать и менять, они здесь роли не играют. Мы их слышали уже много. Как говорил Ничи, что много мы уже слышали о бресунах на канате. Пора бы уже хоть одного увидеть воочию. Увидеть того, кто так живет и кто этим руководствуется. Для кого такого рода знания есть часть самой его жизни, а не пригодная для записывания в трактат некая точка зрения. И, между прочим, европейская традиция, вплоть до появления марксизма, который именно этим удивительно похож на восточные практики, тем, что дискурс марксизма неоднороден, тем, что он вообще не является дискурсивным, а там именно среди неких теоретических аргументов встречается необходимость участвовать в пикете, в забастовке, необходимость баррикад. И баррикады, и коктейли Молотова, как знаки препинания, вклиниваются между теоретическими соображениями. И именно поэтому в этом великое обаяние того же марксизма. Именно в том, что он не является чисто и сугубо теоретическим. Но, так или иначе, мы действительно наследники вот этой теоретической традиции. И в известном смысле жертвой ее фетишизма. То есть тут нужно это честно признать, что это мы умеем делать. Ну, хорошо ли, плохо ли, да, но как-то умеем. Но что же мешает нам вслед за Киркегором сказать, что то, что мы умеем и то, что нам дается легко, почему мы должны считать это самым ценным? Когда Киркегор, который был бенди своего времени, блистательный собеседник и согласнитель, вдруг сказал, что нет, самое важное это рыцарь веры. То есть это то, что мне дается очень трудно, или вообще почти не дается. Но, может быть, именно поэтому оно является столь же важным. И мы, как своего рода мастера теоретического пинг-понга, вполне могли бы подойти к делу более серьезно, и, по крайней мере, на этом уровне признать, что, в принципе, выход в открытое контактное проживание, даже если он чреват ограничением генерирования новых точек зрения и прекращением производства теоретических расширений, все равно в чем-то гораздо важнее и существеннее. Ибо он составляет произведение более высокого ранга полноту предъявленной проживания жизни и телесности. Я... Зачем ты меня слушаешься и не посмотришь? Ну, потому что я абсолютно верю пафосу и слышу его. Я именно не верю. То есть я не верю, что... Ты всерьез считаешь, что теоретическое это жонглирует словами? Ну, как бы, даже софисты этим занимались. Даже софистикой это был праксис, теоретический, если угодно, праксис высокого уровня. И, кстати, я ловлю твою речь, да, ты вот говоришь... Покажите... Не цитировал Миша, да, покажите нам... Покажите нам, наконец-то, человека, который живет этим, руководствуясь. Нам интересен человек, который живет этим чем? Мудростью, осмысленностью мира руководствующегося, да? Ну, то есть, как бы, да, мы услышали, что сейчас будет. Покажи нам, профессионал. То есть в этом смысле не наоборот, да? С тех пор, как мы поняли, что значит выделять мир смыслами. И, кстати, хорошо, что ты заговорил по поводу рыцаря веры, да? Я тоже... У меня есть другие источники по поводу фиоросов. Фиорос... Да, я согласна. Присутствующие на зрелище. Но вот эта вот орала, да, которая... Зритель, это вообще наблюдать, но в той же мере наблюдать, в какой и заботиться. Ну, это есть и в русском языке, да? Можно наблюдать за детьми, там, в детском саду, воспитательницы, а можно заботиться о ней. Слово одно и то же в греческом. И в этом смысле, вот, я просто хотела бы начать примирение, да? Уже это время подходит к завершению. Эта двусмысленность, мне кажется, очень значимая. То есть я могу заботиться и наблюдать. И теоретическое, я не просто смотрю на зрелище, будучи отстраненным холодным зрителем. Вообще говоря, фиорос — это участник религиозного действия, в первую очередь. Фиоросами называли тех, кто либо организованным образом, либо частным паломническим образом шел к оракулу, чтобы услышать пророчество. Вот. Или это были, еще потом в законах, да, об этом пишут, что фиоросы их направляли в качестве государственной делегации в другие страны, чтобы они исследовали, как живут другие страны, потому что иначе мы не будем, заметьте вас, способными правильно организовать управление нашим государством. Для этого нужны фиоросы. Да, понятно, они исследуют, то есть они там не живут, не включаются в жизнь. Но, тем не менее, здесь абсолютно практический контекст, да? То есть как бы это все совершенно не безотносительно к реальной жизнедеятельности. А вот это вот участие в религиозном действии, об этом, кстати, Гадемер тоже пишет, что вот фиорос, да, это участник религиозного культового действия. А если уже говорить о зрелище, то ведь, ну, кроме Олимпийских игр, есть еще греческий театр, да? А вообще говоря, греческий театр – это совершенно неспокойные, сидящие себе зрители, щелкающие семечки, едящие попкорн, да? Более того, даже чисто архитектурно греческий театр принципиально отличается от римского, как более позднего, да, и запретение тем, что он открыт. Ну, то есть в римском театре возникает стена, да, сзади сцены, а греческий театр – он вот этот вот полукруг архитеатра, да, и маленький, ну, понятно, что это вообще не сцена, сцена – это палатка, где там артисты переодеваются, там, где выступают несколько актеров. И дальше что? Перед зрителями что? Мир, вот этот вот прекрасный храм, да, в который мы созерцаем, в котором, на самом деле, все это действие происходит, в которое мы необходимо включены. То есть я иду в театр не как бы посмотреть холодно извне, я иду в театр пережить это действие, да, то есть, ну, понятно, что здесь нет прямой связи Фиороса, да, с театром, но раз уж мы заговорили о зрелище, а это смотреть на зрелище, да, мы говорим, да, зрелище, то вот греческий театр – это такое, в общем, себе специфическое зрелище. То есть вот здесь я бы просто, опять же, настаивая, да, на постоянной сцепке, необходимой сцепке теоретического жеста и всякого рода праксиса, и для нас, которые уже пережили возникновение теоретического, да, возникновение вот этого жеста наделения смыслами мира, да, или обнаружения мира в качестве содержащего в себе смысл, для нас теперь практически невозможно редуцировать этот жест. И, кстати, если уж мы говорим о том, что этот фетишизм возникает, ну, ведь если мы докатились до фетишизма теоретического, ведь надо, по крайней мере, признать, что он, теоретическое, это не просто какая-нибудь ерунда и штучка, да, то есть, ну, ну, посмотрите, там, столетия, да, тысячелетия, мы вот тут пребываем в этой любви или фетишизме, как угодно, значит, наверное, это все не случайно, значит, наверное, все это имеет право на существование, вот, другое дело, что возможно всякого рода извращение, и вот оправдание, ну, то есть, вот это право на существование, на мой взгляд, заложено в внимании к вот этой двусмысленности теоретического, да, заботиться и смотреть, включиться, пребывать при, да, и созерцать. Это слово содержит в себе возможность фетишизации, да, но содержит в себе иное, и в этом смысле оно приглашает нас обращать, внимание на вот эту свою, если угодно, не случайно глубочайшую двусмысленность. И, то есть, в этом смысле я признаю отчасти, да, и становлюсь на позицию рефлексии по отношению к своей болезни, да, там есть элемент отстранения, смотрю на, да, зритель, но это вторичный элемент, да, и, как бы, это, он присутствует, да, но он почему-то и все у каких-то обстоятельств становится явным, да, и повторяю, в этих обстоятельствах, где, скажем, плохая сторона теоретическая становится явной, мы уклоняемся к фетишизм, принимают участие все стороны нашей субъективности, ну, то есть, как бы, все модусы нашего существования, в том числе, вот эта наша вот чувственность, настаивающая на том, что она не хочет, ну, как бы, допустим, да, быть осмысленной, а хочет быть в своем праве, вот. Это я мириться начинаю. Да, хорошо, надо тоже сделать счастливую встречу. Вот завитки логоса, это, в самом деле, справедливо, то есть, ну, да, если мы даже, например, критикуем отстраненное умозрительное теоретическое, то завитки логоса, они, правда, прекрасны, вообще, как святых зла, или просто неизвестно, откуда взявшись, как кон-вакуум. Кон-вакуум. Табун лошадей в вакууме – это бесконечно прекрасная вещь, которая как раз теоретически достижима и замечательна. И, может быть, и вправду вот эта удивительная способность, ну, не застревательная, которая является исходной такой, даже, наверное, исходным номадическим драйвом, она здесь ближайшим образом связана с идеей теоретического скольжения. Ну, и в самом деле, не влезать же во все разборки, во все структуры контактного проживания. Какие-то нужно проходить мимо, где-то вообще скользить, ну, просто в силу того, что каждый из нас, наверное, в мире гость, и мало где мы можем быть хозяином. И тогда, если мы вот руководствуемся такой номадической установкой, аллергии на повтор, предположим, которая в значительной мере тоже теоретична, она означает, что я могу выстроить себе вот такого рода траекторию, такое странствие, где что-то там из-за ротов страннейшее, какие-то экзотические цветы зла, может быть, самого Бодлера, Валерии или Аурицалама, она не важна. То есть можно отовсюду набрать этих красивых растений и сплести из них венок, не тратя время на увязание, на повтор, на слишком человеческое руководство из-за таким скользящим моментом. И тогда это будет такая новая, что ли, апология теоретического. То есть если мы отвергаем первую апологию, связанную с тем, что в мире важное самое то, что мы постигаем, и в какой-то момент говорим, что нет, может быть, это не самое важное, то тогда мы можем, в принципе, по крайней мере, согласиться с тем, что такого рода теоретически отстранённое отношение, где мы не обязаны быть в роли, так сказать, объектов. И действительно, как только начинается припев, мы можем идти дальше. Мы можем, допустим, руководствоваться тезисом, что, ну, хорошо, вот она была встреча, знакомство, любовь, беседа. Она была одной единственной, однократной, но, скажем, всё лучшее, что у меня было, я уже сказал. Все повторы будут хуже. И зачем мне, собственно, тратить на это время? Пусть путь идёт дальше, там ещё свои экзотические цветы зла. И таким образом, не инвестируя в полноту присутствия, избегая повторов, мы можем уподобиться этим самым лёгким частицам с нулевой массой покоя, то есть таким нематическим существам, и всё будет хорошо. Но ведь, с другой стороны, мы владеем лишь тем, что можем повторить, и с этим тоже ничего не поделаешь. Всё остальное владеет нами, или дано нам случайно. Если мы вспомним этот замечательный фильм Фонтриера, «Рассекая волны», то вот там это очень убедительно показано, когда вот женщина и её муж, они ещё не знают, что их ждёт, но он рядом с ней, следующий, завтрашний, и будет, скорее всего, примерно похож на сегодняшний. Они соприкасаются телами и любят друг друга. Он там, по-моему, слегка похрапывает. Но это можно повторить, этим можно владеть. Это и есть как бы нечто моё, в чём я теперь проживаю. То есть, вот это то, что является абсолютно не теоретическим, абсолютно экзистенциальным при этом. Но дальше вопрос просто чистого, такого свободного выбора. Вопрос о том, что дороже, что предпочтительнее. Вопрос о том, что, каков статус этих повторений. Вроде бы, намат должен действительно избегать их всеми силами и следовать за завитками логоса, за теоретическими формациями, которые едва-едва акупунктурно соприкасаются с нашей телесностью. А то и вовсе. Предположительно, никак. Предположительно, на уровне нулевого самочувствия. Либо выбрать эту площадку, где есть наших несколько повторений, да, где есть там пресловутая планета, либо бабы, которые нужно поливать. И все такое, что нужно именно повторить. И прийти навстречу к Лису именно в назначенный час. И если мы это не повторим, да, то в действительности окажется, что ничего у нас-то и нет. И все ладони наши пусты, несмотря на то, что вроде бы мы столько всего охватили, но не рискнули ни в чем увязнуть. И ничего, собственно, не приобрели. За исключением этого удивительного теоретического соблазна, сверхпроницаемости сущего и распознавания тех цветков логоса, которые еще не встречались. Ага, вот это что-то новенькое. Вот это когда мне можно вплести в веночек. То есть каким-то таким образом действительно эта дилемма перед нами возникает. Как странно. Я, наоборот, для себя связывала вот когда теоретически в плохом смысле, да, вот теоретический жест, ну, переводимый на там всякие понятия репрезентации с тем, что можно назвать повтором. Вот как раз то, о чем ты говорил, как о жизни, да, как разворачивание вот этой непосредственности. Мне казалось, что как раз здесь есть то, что называется уникальным. И я была бы готова спорить с тем, что только там есть уникальное, что нет, в теоретическом тоже есть уникальное. А оказалось, что все совсем наоборот. То есть мне, честно говоря, потом ты мне еще расскажешь, почему намат — это правильный теоретик. То есть я как раз думала, что намат — это как раз совсем наоборот. То есть теоретик — это тот, кто обживает, ну, вот в таком смысле фетишиста теоретика, да, теоретика — это тот, кто обживает территорию, ну, создает ее, концепты, да, вот там расставляется, они связываются с друг с другом, территория обживается, туда приходят гости, которых хочу, чтобы приходили, которые не хочу, не приходят. Ну, то есть я все знаю, я знаю, какое у меня меню на ужин, то есть вот размеренность существования. Вот, то есть мне даже удивительно, то есть на самом деле это действительно можно понять, как жесть примирения, потому что мне нравится теоретик Монат, кроме того теоретика, который обживает территорию и устроит свой дом. Вот, поэтому тут, конечно, я думаю, что, наверное, есть какая-то амонимея, да, но тем не менее она в некотором смысле нас примиряет. А вот тогда, может быть, не последний, если ты еще захочешь, да, такой жест в защиту теоретического, вот смотрите, фетишизм, да, это некоторое такое, как Коля Прикола говорит, волшба вещей, да, волшба чего-то. Это некое волшебство. И вот, ну, понятно, что критика фетишизма, это всегда, да, расколдовывание мира, да, и есть некоторое опасение, что это расколдовывание приведет к тому, что ты тратишь мир в качестве волшебного, удивительного. Но вот здесь, смотри, какой классный факт мы обнаруживаем, что критика фетишизма теоретического возможна только на теоретическом уровне, как, впрочем, всякая критика, потому что иначе мы бы с тобой не говорили здесь, и сейчас мы будем говорить вместе, а пошли бы и... Дыхательной гимнастикой. Да, и занялись дыхательной гимнастикой. Вот. То есть, а мы пришли об этом говорить, да, и в этом смысле вот теоретическая это такая крутая штука, которая даже критикуя собственный фетишизм, где предполагает и предлагает, на самом деле, некое более, гораздо более крутое волшебство. Да, да, потому что оно допускает, что потом меня опять новый критик обвинит в фетишизме, да, то есть в новом, более глубоком, более удивительном волшебстве, да, я на это иду, да, то есть теоретическое это то, что, как оказалось, да, как оказывается, всегда работает с волшебным, да, преодолевая его и делая мир еще более волшебным, предлагая еще больше волшебства. Отлично. Может быть... Да, тогда мы, ребята, готовы, да, говорить вместе с вами. Микрофон передаватель, или мы будем так, да, давайте так. Да, давайте так. Может быть... Ну, я только хотел одно краткое замещение относительно того, что основной мотив художника, мне кажется, скорее не изменить окружающий мир, когда человек зафиксировал вот это вот состояние созерцания окружающего великолепия, а как раз-таки бесконечно продлить это ощущение великолепия. Но поскольку в реальном мире это невозможно, соответственно, надо дублицировать его, передать в какую-то другую форму, перенести, потом уже в другом месте созерцать свою картину, которую ты написал, ну, или чтобы это ни было другое. Основной все-таки мотив, наверное, в этом. Я хотел, наверное, сделать еще один шаг к сближению этих позиций, рассмотрев их, ну, в несколько другом контексте в плане генетической зависимости. Все-таки это не абсолютно независимые итоги эволюции каких-то там совершенно разных биологических существ, а это разные стадии эволюции одного и того же существа. То есть каждый философ из вас когда-то был ребенком, чье бытие ограничивалось абсолютной телесностью и, собственно, заключалось в том, что переживание вот чистых ощущений, соответственно, вот это вот без всякой рефлексии, естественно, и даже без каких бы то ни было экзистенальных переживаний, потому что не было еще ни субстрата, ни соответствующего навыка этих переживаний. Точно так же, как же философ, каждый из вас, был потом подростком, чье бытие состояло, кроме телесных переживаний, еще и некоторое верхнее напластование вот этой самой экзистенции, становящейся любовь, ревность и все остальные переживания, но это не отменяло всю телесность. Оно уменьшало ее объем в субъективном переживании, но над ним надставилось еще какой-то пласт. Соответственно, следующий умопостигаемый уровень над этой телесностью может нарасти что-то, что мы можем назвать умопостигаемым уровнем, но не у всех. Соответственно, кто-то идет в эту сторону, а кто-то нет, кто-то остается на этой позиции. Мы видим, что вот эти две позиции, они, в общем-то, напрямую генетически взаимосвязаны, но вопрос, мне кажется, более интересно рассмотреть, каковы возможные переходы из одной позиции в другую. Здесь мы как раз больше увидим, в чем же, собственно говоря, заключаются сильные различия между этими позициями. Мне кажется, переходы неравнозначны, потому что если переход от нижней, ну, нижней, вот опять же, когда мы говорим нижней, это не оценочное суждение, а просто более раннее по отношению к следующей. Та позиция, которая заключается в текущем экзистенциальном переживании, кстати, вот Александр Куприянович описал чистого субъекта, который занимается умопостигаемой деятельностью, было бы, наверное, целесообразно описать чистого субъекта, который вот, чье бытие состоит исключительно в непрерывной смене переживаний экзистенциального характера. Любовь, ревность, страх смерти, там, и так далее, и тому подобное. И в некотором смысле без разрыва эти переживания перетекают одни в другое, и в эти разрывы не может склиниться ничто, никакая не рефлексивная своя позиция, не способность к постижению вот этого самого. Но мне кажется, вот из этой позиции мы постигаем, а позиция достигается медленно и неоднозначно. У нас нет никакой гарантии, что если вы будете двигаться в ту сторону, вы достигнете какого-то, какого бы то ни было результата. Но если вы туда достигли, то мы увидим, что эта позиция включает в себя в сжатой, измененной, в свернутой форме все предыдущие позиции. Это, кстати, перекликается с темой предыдущей дискуссии о том, что насчет убить в себе философа, целесообразно ли это и можно ли это, и так далее. Любить было. Да. Вы сказали убить. Убить, любить. Так вот, в некотором смысле вот эта верхняя позиция, она больше, лучше, хотя бы потому, что она потенциально может включать все предыдущие, не лежащие. Правда, в свернутой, сжатой, измененной форме, ну, вот это воплощается в известном там меме, что студент-философ выучил все билеты, но на экзамен не пошел, потому что жизнь не имеет смысла, и люди в ней пешки. То есть, вот, конечно, когда мы попадаем в эту позицию умопостижения, мы можем, в принципе, идти вниз в какие-то моменты, но вот этот вот момент вербализации, проговаривания и теоретического постижения, он уже не позволяет нам полностью переживать то, как мы это переживали в более ранней стадии. Да. Но, с другой стороны, мы имеем возможность иметь уже что-то иное, что-то высшее, большее. Вот, кстати, вот по поводу этой позиции теоретического наблюдателя, как, не помню, как по-гречески. Да. Это в некотором смысле путь интериоризации деятельности. Сначала ты на повозке, на коне, или там, соответственно, участвуешь в дельфийских или олимпийских играх, потом ты сидишь в качестве наблюдателя, но потом ты можешь это все сделать просто мысленно, неужели никуда не идти, и тем самым избегнув там каких-то опасностей, например, смерти, что было достаточно часто в этих состязаниях, и вообще, просто там, сидя дома, прокрутить мысленно, как это могло бы быть, и это, собственно, и есть вот этот вот путь интериоризации, когда мы сначала взаимодействуем с миром непосредственно на физическом уровне, затем на гладнодейственном, затем уже мы можем делать все то же самое, избегнув, с одной стороны, опасности, с другой стороны, делая это очень быстро, с минимальными затратами энергии, и перед нами при этом открывается гораздо больше возможностей. То есть, в принципе, умопостигаемая позиция, она в этом смысле гораздо лучше, потому что она включает в себя все остальные, и еще и гораздо больше. То есть, я считаю, что альтернатива в некотором смысле ложная, и в любом случае, умопостижение лучше во всех отношениях, чем все остальное. Спасибо. Ну, действительно, гораздо легче защищать приоритеты мы постигаемого и теоретического, просто в силе того, что мы должны говорить слова, а не сами отсюда вводим. Но, вот, я правда пропустил этот момент, ну, как бы, такого... Мне-то что важно? Для меня, все-таки, интересно, представить себе, как мог бы выглядеть, скажем, минимум человеческого, который, тем не менее, полностью бы делал нас людьми, но где теоретическое выполняло бы строго функциональную несобственную роль. То есть, я не имею в виду, например, ну, скажем, структуру цинического разума, где, опять-таки, все принадлежит циркуляции денег, а все остальное несерьезное. Но, я имею в виду, ну, например, на самом деле, тут можно привести в качестве примера каких-то литературных героев только. Вот Федор Павлович Карамазов, допустим, тот знаменитый свадострастник, который так любит Крушенку, но там никакой теоретической просветленности нет. Есть что-то такое, смешанная, ну, какая-то там ревность, смешанная с вожделением, с какими-то словами, с возможными пасунами, но ведь это же любопытное, крайне любопытное человеческое существо. То есть так может поступать только человек, да еще и достаточно интересно устроенный, хотя, может быть, и не очень приятно. Или вот Гумберт Гумберт из Лолиты, который тоже все инвестирует в эротическую топию. Есть для него Лолита, которую нужно обихаживать, как комнатный цветочек, быть первоисточником самого ее бытия. Ну, предполагается, что Гумберт даст ей все, начиная от ласк и жвачки, до последующих полезных театральных знакомств. То есть он полностью станет для нее богом, и это для него абсолютно не теоретическая задача, которая является некой утопией при этом эротической, которая, как известно, терпит крах. Но ведь это, в общем-то, прекрасная история о человеческом мире, о нашей демюргии. Ну вот такой вариант демюргии, да, подобная эротическая утопия, которая, ну пусть не оправдалась, но тем не менее. Она хороша тем, что показывает нам, что можно как бы не только вот идти вслед за завитками Лобеса, а, скажем, культивировать такого рода подробную жизнь, преисполненную смыслов, интриг, ну как, например, салон госпожи Девердюрен, у того же «Просто в поисках веренного времени», где тоже все эти подспудные, подводные камни общения, какие-то мелкие и крупные самолюбия, и где тоже используются эрудиции познания, но не собственным образом, а для того, чтобы эти странные произведения духов, в виде еженедельно возобновляемых салонов, состоялись. То есть вот такого рода странные оазисы, которые мы обнаружим повсюду, и которые свидетельствуют о абсолютно уникальном человеческом мире, и в то же время явно не являются периодическими, меня лично интересуют именно вот такого рода миры, которые мы обычно выпускаем, они, как правило, свернуты, потому что мы, опять же, идем по след Логосу, по след теоретическому, и все-таки действительно все равно оказываемся с зрителями на бегах без, собственно, пауза. Мы кому-нибудь везли. Я вот тут соглашусь, да, во-первых, с тем, что альтернатива ложная, и, конечно, речь шла не об альтернативе, и с тем, что слишком просто защищать сертическое, да, и в этом смысле менее достойно. Ну, если, конечно, ты не умеешь, потому что защищаешь собственное заболевание, право болеть. Да, это так. Вот я бы хотела просто... И в этом смысле почему, да, потому что, ну, естественно, с тех пор, как нам на голову свалилась эта хиарея, да, и вот это вот удивление, и выход, вход за рамки естественного, мы всегда уже имеем дело вот с этим различием, да, и в себе всегда. Ну, то есть, и глупо в этом смысле представлять себе некого... Ну, то есть, не глупо, да, а до конца неоправданно представлять себя в качестве того или другого, да, и устраивать борьбу, потому что это в тебе все уже есть вместе одно и другое. А вот если... И в этом смысле мы, конечно, не об этом говорили, да, а о том, насколько может быть оправдан фетишизм вот этого теоретического, случившегося когда-то с нами, то есть теоретического, случившегося когда-то с нами. Вот, а вот в смысле еще дополнительной оправданности возможного спора, я бы предложила иметь в виду не то теоретическое, которое спорит с чувственностью наряду с ней существует, наряду с теоретическим существующим. Вот сейчас, да, с нами, которые уже пережили вот это теоретическое, мы живем в культуре, да, мы не можем быть свободны от того, что через какое-то время после нашего рождения мы научимся наделять мир смыслами, ну, или узнавать смыслы присутствующих в этом мире. А вот если мы говорим, и вот ты вспоминал, да, о мире до того, как с ним случилось теоретическое, если мы говорим о мире мифа, вот тут, пожалуй, да, вот здесь, возможно, действительно, постановка, вот, как бы, под вопрос значимости теоретической. Это не значит, что на это вопрос не будет данного ответа, да, но это уже будет гораздо серьезнее. Вот, если я человек мифа, если у меня... Нет, в смысле человек аффекты, да, не в смысле я нам в колеснице кричу, а я человек мифа. Я просто вот, у меня, вот как Александр Куприянович, у меня боги рядом сидят. То есть, все хорошо. Ну, то есть, не все хорошо, а все просто вот... Даже не надо спрашивать о смысле, потому что он просто есть, да, и все, и у меня не возникает такого вопроса. Да, мне от этого не всегда хорошо. Боги толкают меня на войну, и на ревность, на зависть, и все такое. Но боги, да, и они рядом со мной. И вот здесь, да, вот с этой позиции, если бы мы могли ее себе не помыслить, да, а пытаться пережить, а я думаю, что мы можем, да, потому что это, вот как вы сказали, это же всегда остается с нами. Ну, то есть, если нет, твоей собственной биографической памяти, то в некотором таком историческом генотипе, да, мы как люди мифа остаемся... Мы не в чистой форме. Мы не способны уже это пережить. А если постараться сильно? Я думаю, если сильно постараться, я думаю, что это все равно. Объем внутри переживаемого пространства, он ограничен, и оно должно быть чем-то заполнено. Либо оно заполнено полностью чистыми переживаниями, и уже не остается места для рефлексивной позиции. Либо если у тебя есть рефлексивная настройка, значит, вот этот объем переживаний неизбежно снижается и преобразовывается, упрощается, ты имеешь его снаружи, не таким, как ты изнутри. Вот, мне кажется, что в этом смысле теоретически обладает вот такого рода силой, что она может редуцировать себя в пользу радикального иного, ну, как бы мифологического, непонятного, совершенно необъяснимого с точки зрения физиологии, высшей нервной деятельности, образом дать случиться в себе этому человеку мифа. Мне так хочется верить. Так вот. Пожалуйста. Не знаю, нужен микрофон? Не нужен. Ну, вы говорите просто погромче, мужик, да, или как это вы говорите? Ну, вот у меня, на самом деле, такой вопрос, состоящий из двух моментов. С одной стороны, хотел бы сослаться на традицию, которая идет, наверное, от Витруве, проходит через... проходит через зиму, или приходит к современной психологии, о том, что, в принципе, тот нарратик, который выстраивает человека, когда ему нужно ответить на вопрос «кто ты», когда он вспоминает. Он же вспоминает нереальные практически состояния, которые с ним происходили. Он вспоминает какие-то ассоциации, какие-то обрывочные моменты, необязательно реальные обрывочные моменты, возможно, эти воспоминания были сконструированы. И при этом здесь он вспоминает не всю свою жизнь, а какие-то вот обрывочные кусочки, и на основе их слепливает какую-то целостную картину, которую и называет собственным личным опытом. То есть, значительнее, я просто говорю, о земле в социологии смерти, когда значительную часть в своей жизни просто уходит. Это не имеет значения. Имеет значение какие-то такие привилегированные моменты. И здесь вот встает вопрос первый. Насколько это, с одной стороны, является теоретической обработкой практического опыта, и второй вопрос к этому, насколько здесь имеет значение тот практический опыт, который он пережил, или тот опыт, который он переживает сейчас, когда восстанавливает в голове эту самую ассоциацию. Это вот первый. А второй пример это статья Бруно-натура о материализме. Я думаю, не надо ее пересказывать. Да, вот здесь такой вопрос о том, что когда мы переводим концепты своей головы в реальный мир, мы сталкиваемся с тем, что в итоге получается не этот момент. Прямо о материализме? Название? Верните мне материалин, по-моему. Да, да. Да, да. Да. И вот здесь, когда оно, собственно, переводится, теоретический концепт, реальный мир, он заключается сопротивление реального мира, потому что здесь действуют другие сети, другие силы. И здесь вопрос, почему мы говорим о том, что теоретическое и практическое имеют, скажем, общие отношения? Может быть, это просто две сети, два разных языка, которые где-то пересекаются и пытаются друг на другом доминировать на периферийных масштабах? То есть, может быть, это в принципе два разных языка описания, которые соприкасаются только очень, очень мало. Вот такой вопрос. Я могу начать отвечать, потому что подумаем, продолжим. если иметь ситуатуру, то вот, конечно, он выделяет последней своей работе, существование, скажем, науку, да, качество, такого подраздела. Но ведь, вы понимаете, как вы сконсулируете эту сеть, так и будет. Ну, то есть, сделайте так, вот, как, как, у вас будет две сети, как сегодня он делал, да, в другом столе. Сделайте по-другому, будет относиться. То есть, в этом смысле, вот, сеть, она же, мир в работе, да, то есть, мы постоянно осуществляем перезбор. Поэтому, как бы, вопрос о том, как изначально распределены сети, если вопрос в контексте Латура, мне кажется, вопрос не очень правомерный, то есть, здесь, вот, в смысле того, что, вот, да, реально сопротивляется, да, как там, уносим в нее смысл, безусловно. Ну, здесь, конечно, Латура, вот, подписался, да, под этим, вот, очень мне говорил в самом начале, под науку как практическая рациональность, там, вот, что озвучивает, там, нортитива, там, хакинг, там, все такое. То есть, он, я так полагаю, вот в эту сторону ближе, но, опять-таки, да, есть такое, моду существования, как наука, да, и в этом смысле, это моду существования связан с истиной, как ценностью, да, то есть, в него это есть, поэтому, поэтому я полагаю, что, конечно, это, если мне позволено было вступить в русском статуре, да, это некая одна сеть, которая допускает вот такого рода собирание, она допускает разбирание, да, и собирание по-другому, где теоретическая, фактически противостоят друг другу, и не пересекается нигде, но есть возможность сидеть, и не взлет, я так думаю. Вот, по поводу первого вопроса я подумаю, ну, ну, с точки зрения прямого тура, там, возникают некие замещающие нас акторы, да, которым мы делегируем какие-то элементы своего присутствия, в этом, безусловно, было очень, классный теоретический ход, потому что мы-то предполагали, что персонажем литературы или актером на сцене мы-то запросто делегируем свое присутствие, а вот доводчик двери, замок, а между тем происходит именно это, и тогда, на самом деле, возникает очень интересная вещь, которую можно переформулировать примерно таким образом, а можем ли мы быть умны только своими мыслями, или, например, мы еще можем быть умны вещами, которые мы расставили в своей комнате, да, могут ли они быть неким свидетельством нашего ума, образованности, вкуса, почему нет, смотря какие вещи, вообще, как говорят, и это как раз очень важный такой противорес теоретического, который, который, ну, должен нас, опять-таки, ну, не то, чтобы насторожить, но преуменьшить наше самомнение, потому как, потому как, просто, мысли, они вправду легкие, невесомые, их можно собрать в пучок, они быстрые, а вещи более инерционные, но все равно, их можно расставить и воспользоваться ими по-умному, а можно так, не потрудившись, и, в общем, не овладев ими, и это, безусловно, такой значимый момент, который как раз, ну, в этом смысле существует, так же, как и то, что является фрагментом, вот, затем регистрируемых воспоминаний, в какой мере они сохраняют себе всю полноту, всю экзистенциальную полноту присутствия, до тех пор, пока они все еще резонируют в моей душе и теле, пока они не принимают форму, так сказать, чистых поручений, они остаются каким-то определенным достоянием, стало быть, не теоретическим, хотя и таким, которым мы все же можем обмениваться, когда Галентин Катай, допустим, пишет книгу под названием «Алмазный мой венец», «Алмазный венец» для него это какие-то встречи с теми великими поэтами и вообще людьми, которые его окружали, вот Кумилев, вот Мандельштам, он их всех называет своими именами, это для него как бы такие драгоценные камешки, вожрелье его воспоминаний, и он их предъявляет миру, с одной стороны, они ему дороги и все еще резонируют в душе, с другой стороны, в принципе, они очень интересно читать, и это как раз то, что тожественное, то, 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 что обработанное производство, которое не является строго теоретически, а между тем, безусловно, в средствном смысле конституирует человеческий мир, является персонализацией только ценного опыта, который мы тоже можем воспользоваться. Я вот вам слов добавлю, если я отвечаю на первый ваш вопрос, мне кажется, очень важно уточнять или договариваться снова, что мы понимаем теоретически, когда вы спрашиваете, можно ли это назвать теоретическим или нет, вот, и в этом смысле я бы, если уточнить, да, или, например, если принять на время, что теоретически мне сегодня нравится такое название, можно назвать обесконеченование конечным или предание конечным некоторой бесконечной значимости, сущности значимости, то тогда, конечно, я в той мере занимаюсь теоретической действительностью по отношению к любому конечному сущему, в том числе к своему конкретному воспоминанию, если я возложу его в контекст целого, да, ну, то есть, если я соединяю его, как бы, со всем окружающими обстоятельствами, да, с иными воспоминаниями, в пределе с самим собой, ну, то есть, вот, как бы, в этом смысле теоретическая действительность предполагает вот такое вот произведение вот, да, и, ну, и, конечно, я вот еще раз тоже соглашусь, что этот жестер неоригинальный, ну, в общем, как бы сильный, да, естественно, опровергающий вот такую вот позицию властного, рационального теоретического субъекта, да, который оказывается таковым даже в практической деятельности, потому что, там, это тоже выступает вот в социологии, в том числе, ну, как бы, Маркса, да, вот эти культанции, вот, он действительно может быть понят как радикальная критика теоретического, но, именно в этом смысле он меня отсылает не к какой-то вот здесь сейчас присутствующей не теоретичности нашего мира, а вот к тому, что он звал архайкой, да, то есть, я бы так соединила вот такого рода понимания и мира вещей, и отношения с вещами, которая предлагает иметь в виду латурс, тем, что там, скажем, батареар называется символическим обменом, да, тем, что там, о чем пишут антропологи типа Марселя Мосса, то есть, вот, и, конечно, это значимая альтернатива тому, что мы называем теоретически. Вот, Светлана. У меня, на мой взгляд, тут прозвучала очень интересная тема, которая очертила Александр Куприянов, то есть, вот, плотной, который подошел, но потом мы сувернули, я хотела бы, как бы, вернуться к этому и еще раз это очертить и, еще, судить, да, то есть, вы сказали, что вот есть какая-то арена, где кто-то правит колесницей, и вот там, да, кто же там, теоретики, практики, и поскольку, ну, вообще, считалось всегда, да, что культура, это некая вот культивация человеческих избыточностей, будет, как, как, полис, да, в котором мы культивируем одну избыточность, потом, может быть, это воин, а, может быть, дальше это будет дирижер, на который мы будем ходить, да, неважно, что это за избыточность, но вот культура, да, обычно культивировала избыточность, и это, это и было, как бы, брошено на арену, вот, но что же оказывается на арене сейчас, да, и вот кто там правит, вы уже упомянули, просто, я хочу, как бы вашим же примером воспользоваться, вы упомянули Гумберта, и вот здесь, мне кажется, на боков очень показательный, ведь Гумбер, вообще-то он теоретик, он учится грешить, но грешит у великих, но в какой-то момент, и он даже думает, что он путешествует, и сам придумывает себе путешествие, но вот самое это ужасное, что вот великий теоретик, учащийся в великих, который пытается стать практикой, наконец, обнаруживает, что его карта уже расчерчена, эта карта расчерчена кем? Вот этим поп-режиссёром Квилси, который режиссирует детские спектакли, да, и он, конечно, такой поп-персонаж, и поэтому вот как раз сегодня, если мы будем честны по отношению к себе, то, скорее всего, мы себя обнаружим не как результат божественного замысла, а как продукт вот такой вот поп-спорки по отношению, к которой нам нужно как бы всячески противостоять, и вот, ну, я клоню, на самом деле, к Агамбе, на поле жизни, просто сейчас еще хочу развернуть это, да, то есть вы говорили, о том, что действительно вот были там ревность, зависть, обида, вина, но предполагалось, что в культуре всегда было некое приватное пространство, там, поле, сюда, где никого не интересовало, где вот тот самый замечательный гражданин, который только что хорошо выступал, мог приходить там, бить жену или детей, но это просто было уже его дело, или кричать, но это было неважно, да, и вот в какой-то момент считал, что даже теоретик, вот сначала познание действительно это такое некое нулевое самочувствие, да, я мыслю, потом оказывается уже у Гегеля, у Хайдегера, что вот это страстное, там, пожалеющее познание, да, но всегда имеется в виду вот эта избыточность, но ведь сегодня, как я понимаю, да, вот на эту сцену, где кто-то правит колесницей, брошена вот та самая голая жизнь, да, когда вот этой области приватности совсем не остается, да, и вот, ну, вы приводили пример там с мужчиной и женщиной, да, я думаю, те, у кого есть дети, знают, насколько как бы вот туда постоянно, да, этому всевозможному контролю подвергаются там от прививок до того, как вы вообще проводите время, что вы делаете и так далее и тому подобное, и вот все-таки кто правит на этой колеснице, есть ли там еще место вот этому вот теоретику Бунбергу, который учится у великих, или же как бы место, да, и вот я просто, с чего я начала, да, что всегда на эту, как бы сцену была выброшена некая избыточность, вот, к чему мы учимся искусство, там, полководцы, или искусство музыканта, или политика, но ведь сегодня на эту сцену выброшена совсем не избыточность, а напротив, как бы, вот, быть как организм, да, быть, вот этот культурный концлагерь организма в прозрачных стаканах, прозрачных пробирках, именно это постоянно заставляют демонстрировать, там, соревноваться в этом, и так далее, вот, все-таки, на сцене, кто правил, поляснится, все. Спасибо. Ну, речь, когда начнется, да. Да. Ну, ведь, Ладовик, в самом деле, верно заметил, что до того момента, как произошло обособление и выделение теоретического, мы и вправду могли иметь дело с какой-то полномасштабной матрицей сборки прямой чувственности, где указано, вообще-то, как ликуют, как гневаются, как любят. ошибиться нельзя, потому что все это обозначено, и точно так же сам бег колесницы, как важнейшее состязание олимпийских игр, он предполагал веряще, не только агональное первенство, прийти первым в беге, то стадию, но и, собственно, соразмерность, вот этот фронезис, когда упряжка коней так прекрасна в своей поступке и в своем беге, что в какой-то момент ты забываешь, придет ли она первым или нет, она, собственно, есть некое великое произведение, совершенно не теоретическое произведение, которое, тем не менее, настолько существенно, что даже боги в этот момент слышат музыку сфер, как правильно настроенного космосом, или полисом. И таковы основные модусы проживания, они и в самом деле лишены отдельного теоретического. Для этого и вправду должны появиться вот эти вот теоросы и жрецы Лобуса, которые исключены из практических состояний и именно в этом их некое странное преимущество, которое мне по сей день загипнотизировано. что касается вот этого этой голой жизни Гамбена, то там дело еще, ну, на мой взгляд, точнее всего, это исследовано у Ханны Аронд, ее бита-актива, когда она говорит о том, что в какой-то момент с закатом античности происходит распад этого отношения между атриумом и публикумом. То есть, действительно, если ты в сфере публикум, то ты говоришь речи, которые слушают и на основании принимают решения. А атриум, пространство домашнего приватного круга, ты тоже там делаешь какие-то вещи, которые на самом деле понятны, но они не транслируются в эфир. То есть, всякое частное, все приватное должно быть обличено в слова и получить значимую форму. И далее она говорит, что в какой-то момент, скажем, с появлением христианства, частное транслируется в эфир непосредственно. То есть, публикум разрушается, поскольку совершенно не важно, кто ты, погонщик верблюдов или император, все равно Господу интересно не это, а, скажем, те соблазны, которые ты преодолел, душу, которую ты сберег, не важно, что он тебе послал. И это уже означает, что спор о душе, о частной жизни делает избыточным все кесаревые игры, но одновременно при этом как раз и разрушается это удивительное пространство публичного, то есть, тех значимых речей, адресованных друг другу и историей. И в дальнейшем, собственно говоря, вот, вся эта эпоха скомарохов и шоу-бизнеса, она как раз основана на непосредственной публикации частного. Просто находятся какие-то привилегированные фигуры, кем бы они ни были композиторами, овцами или просто знатными тусовщиками или тусовщицами, которые имеют право рассказывать про своего попугая или еще что-нибудь подобное о том, как они кидались тортами, предположим. И этот сугубо приватный факт становится непосредственно сразу публичным, что как раз и разрушает всю множественность человеческих семиозисов. Вот ту самую ревность и вину, которая предполагает не только поверхностную сборку, но и то, что Жижек называет интерпассивностью, то есть некую возможность внутренне отстрадать, пытаясь потом, быть может, оповестить об этом мир, а может быть и нет. Соответственно, все эти внутренние расширения других семиозисов, они перестают быть достоверными и исчезают из трансляции, где, так сказать, сорное порождение атриума непосредственно выводится в эфир. Ну и тем самым понятно, что происходит. Падает мирность субъекта и, соответственно, возникает упрощенная, опять же, фигура сборки, где множество этих самых пресловутых семиозисов становятся избыточными, ненужными и, может быть, даже неким результатом этого является преодоление рассентимента вообще. Путь к новым, так сказать, вполне себе благополучным существам дано вопрос ценой каких потерь, ценой каких, собственно, вот тех удивительных человеческих расширений, которые нам так дороги. да. Ну да, я думаю, что это такой огород, каменный огород фетишиста теоретического, ваша вопросница. Да, конечно. Теоретическое в своем развитии неконтролируемо приводит к тому, что уже не на что смотреть. Ты везде сталкиваешься только с собственными искаженными отражениями на этом поле мы в пробирке, полним вакууме, хотим мы это, причем или нет, осталось ли у нас еще что-то другое или нет, мы видим в том числе и себе только в качестве таковых. И вот это такой катастрофизм теоретического, который остается в связи с практическим, потому что это можно использовать кому-нибудь, кто решил стать выше, кто решил стать херосом на самом деле, выйти наверх и управлять этим на сцене в пустых пробирках. Так, в общем, происходит. И трагические последствия всех этих жестов и власти теоретического мы видим, естественно, сейчас, в современности. Единственное, что я хочу сказать, что спасение от всего этого не без такого жеста, подобия которого мы можем найти в правильном теоретическом тоже. То есть, если я и смогу не погрязнуть и не погибнуть в этом пути в пробирке, то этот жест, выводящий меня из этого, будет жестом, выводящим меня, это будет его собственный жест, жест, полагающий мне, меня больше, чем то, что я есть под собственным теоретическим взглядом, но этот выводящий жест будет жестом истинной теории. Вот, как бы так, а не жестом простого аффекта, который уже никому не видит, и более того, на который у тебя может быть и нет усилок. Хотя, ну, тут обиде тоже в силе, но если мы имеем в виду теорию, то она, извините, не только опасностная, спасительная. там еще известная идея, ну, в смысле, креплю по отдыхательной практике, вот у меня в эту сторону движение, вот не может ли, да, вот эта практика молчания, практика каких-то, ну, так сказать, на что направлены какие-то практики духовные, да, они ведь тоже связаны как бы с тем, чтобы, да, там, чище становилось мир, ну, так это назовем, то есть, чтобы мы присутствовали при этом теоретическом событии, в каком-то ином собственном виде, чтобы для нас эта теория развивала для нас, да, иным способом, то есть, может ли, да, там, практика молчания добавить нам совершенно иное измерение мысли, да, иное измерение теоретического, которое бы влекло какие-то другой способ проживания всего, да, может быть, вообще другую мысль, то есть, вот эта гонка теоретического, она вообще разрушится от этого, вот мне интересно, как вам кажется, да, или это что-то иное совершенно будет, да, то есть, если мы пытаемся стартовать, с позиции некоторых, да, присутствующих практик, да, то есть, что это нам будет добавлять, вот, и сейчас еще второе, вот, что, еще я такой момент хотел сказать, что практики, как бы, для внешнего взгляда, теоретического, как бы, в некотором смысле теоретического, может, и скушона теоретического, но все равно, как бы, вроде бы выступает, как некоторое ограничение свободы теории, то есть, ну, то есть, мысль, она может представляться, как бы, вот, что вот можно и так, и сяк, и по-всякому, но на самом деле, выходя в какие-то практики, оказывается, что вся эта теория, она все равно, как бы, на уровне присутствия имеет одни и те же принципы, то есть, получается, как бы, с внешней такой, вот именно теоретической, абстрактной стороны, получается, что вот нам практики, значит, мешают, а реально, как бы, что это только внешняя сторона, то есть, практика и мысль в соединении может дать, может быть, как бы, нечто иное, да, ну, вот, последняя формулировка, может быть, не очень хорошая, вот, были намеки, да, на то, что, как бы нам, да, представить мысль в соединении с этим молчанием, и будет ли это там в философии, ну, не надо названий, наверное, но вот, что это такое за роды явлений, и можно ли вот это теоретическое продолжать, и какой вид это будет видеть? Два соображения, да, если я сейчас не опущу, одно соображение касается, я скажу сейчас одно, одно соображение касается, вот, встраивания, да, теоретического, ну, в смысле, практического к теоретическому, да, вот, Гусар, когда, опять-таки, определенным образом понимая теоретическое и практическое, говорит о том, что, естественно, когда у нас случились эти две установки, теоретическое, как рефлексивное, да, и практическое, как естественное, которое всегда с нами есть, он всегда говорит о синтезе, ну, то есть, следует уже говорить о синтезе, да, ну, или о забвении, соответственно, забыть можно только теоретическое, естественное, практическое, не забудешь, оно всегда с тобой, вот, и вот, Когда мы говорим об этом в синтезе, то возможен, понятно, последний синтез в конечном. То есть, когда моя теоретическая рефлексия служит некоторым практическим соображением. Ну, типа, я знаю, как быть искусственной любви. А может быть, это на самом деле не про то. Ну, то есть, гусор имеет в виду что-то более грубое, не такое классное, как быть искусственной любви. А противоположный синтез – это когда теоретическая, он говорит, теория, сама себя призывает и теоретически обосновывает, сама себя призывает на службу практическому. Но на какую службу? Организуя это практическое. То есть, повторяю, здесь теоретическое не обладает самостоятельной, содержательной значимости. Теоретическое – это есть организация практического. И в этом смысле, конечно, да, молчание, как значимый праксис, встраивается не в какую-то еще теорию, а он и является некоторым, оно и оказывается молчание некоторым таким специфическим смыслом отделениям в теоретическом жести. И вот еще один такой странный пример, я его как раз Саше рассказывала, когда мы сюда шли. Один физиолог, вот у меня выпало совершенно из памяти, его фамилия, который занимался этими мышцами, то есть лягушачьи ножки растягивал и измерял напряжение, да, ну то есть на приборчике специальном, как они сокращаются. И вот он параллельно физиологии преподавал еще гимнастику в заведении учебника. Это 19-й, конец, это 18-й еще век, значит он преподавал гимнастику и говорил так, ну то есть он воспринимал это как два отдельных предмета, но как необходимы друг для друга. Он говорил, что тело ученого, экспериментатора, каким я являюсь, должно быть обязательно развито в смысле вот не мускул, да, развито, а в смысле вот этой телесной гармонии, вот такой античной, да, потому что если у тебя не развитое тело, ты не сможешь правильно вот тут присоединить вот эти вот лапки в прибор, то есть у тебя не получится эксперимент. Понимаете, то есть в этом смысле это, на что Саша мне сказал, но это хорошее исключение, да, обычно это все не имеет значения, но теория может, да, то есть теория может вот так организовать практическое, чтобы мы совершенно однозначно порадовались этому. То есть здесь чисто телесная практика оказывается встроена, да, в его конкретно научные исследования. И, безусловно, молчание, также без ущерба для его значимости, да, для его духовной, вот отдельно теоретического значимости, может быть встроено в то, что мы называем теоретическим жестом. Мне так кажется. Оказалось одно сопряжение? Да, я тоже хотел сказать несколько слов. Я полагаю, что Сияна имела в виду вопрос совмещения, собственно говоря, вот этих вот практик совершенствования и, ну, скажем, теоретических высот. Хотя в действительности мы понимаем, что противоречие здесь бросается в глаза сразу, оно, скорее всего, практически не устранимо. Потому что для практикующей йоги и вообще для преобразований, направленных на собственное тело, речь идет именно о том, что мы не тратим время на выбор слов и выбор порядка слов. Слова, в принципе, сгодятся любые, если они передают точность процедуры. Поэтому в этих случаях, собственно, ну, к партитурии не предъявляют уж особых требований. И с точки зрения такого рода гуру, сенсея или того, кто идет по этому пути, действительно, самое главное, это преобразующее воздействие, а вовсе не мелькание мыслей, не шум сознания, который, напротив, нужно всячески преодолевать, чтобы созерцать великую шунияту. И вот тогда продукцией будет, ну, что-то иное, да, степень владения своим телом. Но мы представим себе, например, такого уж погрязшего теоретика, который возразит примерно одно, он скажет так, да, наверное, они мудрые, наверное, они много чего добились, но они плохие писатели. А это для меня непереносимо. Еще один... Даже ораторы. Да, еще в Кастанене куда ни шло, это можно, но остальные просто никуда не годятся. А поэтому, даже если они мне обещают такие замечательные вещи, все равно я за ними не пойду. Все равно мне ближе там. Рейки, Поль, Галерей, Салан, Ницше и так далее. Безусловно, это так. И с этим практически ничего не поделаешь, да? Нам приходится выбирать антведор-кодок. Либо в качестве своего произведения выбирай упорядоченный образ жизни, тело. Но тогда довольствуйся, что, скорее всего, на уровне твоих текстов, адресованных миру, ты не сможешь отвечать за порядок слов, потому что он внутренне ничем не подкреплен. Либо, напротив, как в собственном примере Андре Мальро или Ницше видно, что искусство — это антисудьба. И поэтому тело твое будет в небрежении, распорядок жизни точно так же в полном небрежении, но лучшие прорывы души все равно будут посвящены дискурсивности, текстуальности и выбору тех завитков логоса, которые до этого не наблюдались. А ты выступаешь в роли автора, способного, например, их произвести. То есть я боюсь, что примирение здесь практически невозможно. Но, может быть, я ошибаюсь. Можно я маленький ремарчик? Я не могу просто. Ну, конечно, если теоретически это шум сознания и мелькание слов, то я согласна. Но я никогда ни в каком страшном сне не назову мелькание слов. И шум сознания теоретически, да, ну или там мысли, вот. То есть, ну просто вот рука не поднимется, вот слово не промелькнет. А вот мне кажется, что это два разных пути. И путь теории — это окружной, к одной и той же цели. И в этом смысле между ними нет противоречия. Вот, я так думаю. У меня, видимо, в связи с этим вопросом. Изначально заданная альтернатива в некотором смысле представляет собой онтологическую схему, которая, ну, возможно, исходя из изначальной мысли авторов, что она должна как бы обобщать и включать в себя все возможные качественно различающиеся формы человеческого существования, ну, бодусы, как можно назвать. Плюс потом еще всплыла тема практики, практического действия. Ну, понятно, что вот такие качественно различающиеся характеристики переживания телесное или экзистенциальное переживание, плюс постигаемая и умственная деятельность в целом, плюс практика — все это невозможно там в одномерную схему вместить. Это, скорее всего, должно быть многомерное пространство, чтобы выложить все вот эти вот характеристики человеческого бытия. Можно там сказать, что, в принципе, рядом с любым из этих качественно различающихся видов деятельности есть какая бы то ни была практика. То есть, вот, собственно, умопостигаемость, умопостигаемость, умопостижением окружающего, связана с такой практикой, как, собственно, наука, о чем говорилось. От простейших форм, когда простым формам материи придается определенная форма, и мы живем в виде дома, там живое существо, растение заключается в это пространство, и, собственно, вот это простые формы, там до самых сложных, там гаджет любой, который является вершиной сложности человеческой деятельности, практической деятельности, и в которой в сжатой сферной форме в концентрированной находится вот деятельность по умопостижению окружающего. У меня, собственно, вопрос о другом. То есть, мы описали несколько, ну, такими очень широкими мазками, несколько качественно различающихся видов человеческой деятельности, но и предположили, что они имеют определенную иерархию, там, понятно, умопостижимое является, там, чуть выше по разным основаниям, лучше, там, сложнее, полнее, там, и так далее, но вот вопрос вам, как философам, которые могли бы сказать наверняка о том, что мы характеризуем как умопостижимое деятельность гораздо больше, и другими, самыми разными эпитетами описать, тем людям, которые находятся на переднем краю, а с переднего края могут быть видны горизонты, которые не видны тем людям, которые находятся на других стадиях, там, неважно, более низких стадиях и так далее, у которых взгляд не проникает за этот самый, за это пространство умопостижимого, а вы находитесь на нем, ну, как философы, и ваша профессиональная деятельность в этом и заключается. У меня вопрос, собственно, заключается вот в чем. Не видно ли с этого места, с дальнего горизонта человеческой деятельности, связанной с умопостижением этого мира, того, что находится за горизонтом? Может ли быть какая-то деятельность, качественно отличающаяся от тех видов, которые мы перечислили, но которая широко не распространена, за пределами умопостижимого? То есть то, что можно назвать другим, качественно отличающимся, не практикой, не телесными переживаниями, не экзистенциальными переживаниями, и не умопостигаемой деятельностью, а что-то иное, вот то, за. Видно ли там вот с того места, где вы находитесь, вот что-то это такое? Ну, вы знаете, я вот сразу скажу, что я на чем не настаиваю, но всегда в своей речи, что мы постигаемо, и позиция мы постигатора, да, это не есть некоторая такая вот, это стуль повыше, да, или это как бы, второй этаж, нет, нет, нет. То есть если рассуждать пространственно, практическая или естественная, это вот так, ну, как бы естественно установка, а теоретическая, это вот так, причем в каждой точке. Ну, это не так, да, то есть вот это принципиально. То есть в этом смысле я никогда не отрываюсь, ну, и в чем предположено, конечно, извращение стать вот так, да, но это именно извращение, да, оно приводит ко всяким катастрофичным последствиям, но вообще говоря, теоретически это вот так. То есть это наделение смыслов и всегда держание практики, в своей практике в качестве смысла, вот, что видно, да, ну, то есть, во-первых, понятно, что видно целое, потому что ни из какой точки конкретного практического вы не видите целое, во-вторых, видно, как я предположила, да, вот, то, что мы можем предвидеть, да, или, ну, как бы, тем видом, которое в отношении уже бывшего свое архаическое бытие, да, миф, он виден, да, странным образом. То есть это то, где еще нет различий. То есть в этом смысле это иное, если вот это есть естественное, а это и теоретическое, да, предположите, что этой разницы еще нет, да, вот из теоретического это должно быть видно. А что касается, ну, то есть вот это вот архаическое бытие в мифе. А что касается совсем иного, ну, я полагаю, что если вопрос «что» это, то вопрос некорректный, то вопрос некорректный, понимаете, да, что если я могу ответить «что», то значит оно уже есть в качестве предмета, причем не предмета, а умозрения, потому что, повторяю, умозрения нет своего собственного отдельного содержания. Умозрение принципиально вторично по отношению к практическому, и вот в этом его достоинство. Не надо делать умозрение первичным, да, ну, то есть и особым, оно вторично, оно видит то, что же есть в практике. Поэтому, если я говорю, что я вижу что-то, чего еще нет, это как бы, ну, то есть в этом смысле я совершаю какой-то там лукавый синтез в отношении того, что уже есть, да, ну, и такой вот, вот я предполагаю это. Ну, например, такая форма, очень занимающая значимое место в культуре вообще, как откровение. Непосредственно с практикой не связано, с другой стороны, вот эта вот имманенция невозможного, когда что-то дано нам непонятно каким образом, и мы переживаем, что, ну, я не про себя говорю, а вообще, понятно, там, откровение религиозное, какое-то еще, вот это еще одна форма внутреннего переживания, которая также занимает значимое место, не связана с практикой. То есть практика может вытекать, а может и не вытекать, может все это остаться внутри нас, и как-то после... Безусловно, не связано с практикой, но и безусловно, это тот же, по отношению к которому не легитимна теоретическая рефлексия, да, я соглашусь, но я бы соотнесла это с тем, что вот как бы вот так же, как и архаика лежит за рамками, да. Хотя, да, вы правы, в этом смысле, некоторый опыт мистического слияния, да, это, конечно, опыт, выходящий за рамки. Он не может быть виден в теоретической установке, но он может быть предположен, да. Он может быть и виден, просто мало кто этим занимает. Понимаете, это не то, что видно. То есть в этом смысле нельзя увидеть мистическое слияние, его можно пережить. Поэтому он не виден из теоретической установки. И более того, это такое переживание, которое, будучи видимым, перестает быть собой. В отличие, например, от наде... вот как бы когда я подаю смысл... Хотя... хотя может быть и может. Надо подумать. Да, вот этот такой как бы мистический опыт озарений и дивинаций, конечно, ему принадлежит отдельный статус. Это не совсем то, чем занимаются теорусы, но мы предположим, что это все же некий опыт веры. Но тогда ведь, опять-таки, вопрос в том, возможно ли такое трансцендентное, которое не видно с этих горизонтов. Едва ли. Потому что, ну даже, когда, допустим, Кант говорит о логике иных возможных миров, и он все время говорит, что рассудок иной, чем наш, мог бы поступать так-то и так-то. Например, там для нас, скажем, для нас формы присутствуют в состоянии данности сразу, поэтому мы видим внешний мир предметным. А причины следствия присутствуют по отдельности, поэтому мы вынуждены искать для имеющегося следствия причины. А для некоторого другого рассудка они могли присутствовать бы сразу, так же, как для нас предметность. Ну, то есть мы таким путем своеобразным апофактически можем конституировать различные меры умопостигаемости, но по большому счету они, ну, они даже будучи трансцендентными, они все равно остаются в рамках вот этой умопостигаемости, в рамках теории. Они не являются площадками, где что-то предъявляется к проживанию. Опять-таки, как страсть, как зависть, как шуршание листьями, ну, или что-нибудь такое, да, что обновичивается вот таким образом. То есть в этом смысле, сколько бы мы ни предполагали подобного рода расширений, ну, по большому счету, все это постепенно, где-то там, неразличимые дымки сливаются, хотя, конечно, перечислять меры достаточно интересно. Используем, есть свой драйон. Но проблема, опять-таки, в площадках, где мы именно не познаем, а делаем что-то другое. Но это другое, оно оказывается настолько удивительным, человеческим, непостижимым, да, где добродетель не есть знание, а есть добродетель, и мужество тоже не есть знание, но есть именно мужество, прекрасно отличимое от молодуши и от розыслей. То вот такого рода, количество такого рода площадок, вероятно, скорее всего, снижается, о чем, собственно говоря, и шла речь. То есть, и мало того, что они обесцениваются, и давно обесценились, но они и сами по себе исчезают в некоем горизонте вот этого нового проекта благополучного и счастливого человечества, которое благополучно и счастливое, именно потому, что там ничему резонирует, так что вообще никаких особых глубин бессознательного в новой искренней простоте и честности уже не обнаруживается. Что, может, ты еще один вопрос знал? Да, 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 я просто маленькую мачку. Нет таких благополучного человечества. Вот даже я, да, за своим путешествием теоретическим, готова предать теорию ради шуршания листьев. Что-то, а ты говоришь, есть какое-то человечество. Шаг есть. Ну, собственно, когда Влада эволюировала, то начала защищать теоретиков и от беда, я тоже за теоретиков. Однако же потом, проясняя значение того, что это было теоретическое, я согласился с Александром Купьяновичем, когда вы дошли до некого значения теоретика намада, да? То есть не того, кто довольствуется исключительно повторением, какими-то большими рациональными схемами, а того, кто все-таки улавливает различия, но тем не менее понимает, что это различие... То есть ему нужно это понимание, фигур различия, для того, чтобы его улавливало, собственно. Потому что бытие происходит уникально в какой-то момент. И, собственно, вы еще говорили о Ницше, и вот, по сути, это та же борьба против засилия теоретического в его веселой науке или в семерках идолов. Идолов, когда он говорит, что, хотя логика и была эволюционно необходима для выживания, но она не должна была обретать такой власти над умами людей, и она не должна была манифестировать или сужать горизонт мысли своим аппаратом, и мне видится, что мы эту проблему не решили. То есть есть некая проблема на репрезентации психологии или естественных наук, когда большие... те же самые большие схемы не в лабораториях, собственно, науки или психологии, а не в кабинете психолога, но уже за ними, где эти схемы разворачиваются с новой силой. Когда человек выходит из кабинета психотерапевта, он, узнав о каких-то новых категориях, может быть, о категориях своей души, там, чувственного порядка, хотя он и не различал, может быть, их для себя до этого, он начинает их дальше интенсифицировать или транслировать. И я, по крайней мере, вижу очень много таких новых слов, типа абузивное поведение или эйджизм, или что-то такое, которые призваны для того, чтобы избавиться от таких общественных проявлений, типа, угнетения по какому-то признаку, но тем не менее сами становятся способами этого угнетения. Именно из-за неверной репрезентации, может быть, или из-за того, что дискурс выходит за свои пределы. Но вопрос у меня вообще не об этом. Сначала вы говорили, потом задавали вопросы, и я поймал себя на непонимании того, что вообще происходит, о чем все говорят. И вот у меня вопрос. Не одному трудно достраивать контексты и предусматривать какие-то референции в этих языковых играх, чтобы не нарваться на уже понятное постарение внутри себя, чтобы найти там отличное что-то от того, что я уже принимаю. Ну, это вопрос, скорее, по истории. Мне одному трудно. Скорее всего, мне. Не вам одному. Конечно, нет. Безусловно, не вам одному трудно. Более того, ведь, понимаете, когда я выступала в защите теоретического, я же сказала, что есть рефлексия, да? И я говорила о том, что, безусловно, теоретическое порождает, причем с необходимостью, да, в этом смысле фетишизм есть своя необходимость, порождает с необходимостью вот эту вот структуру репрезентативного мышления, которая оказывается порвощающей, да? И поэтому в нее, ну, очень сложно что-нибудь, причем она действует на всех уровнях, да? То есть она действует в том числе на уровне, на таком предсознате, да, вот эти структуры. И действуют в том числе так. Хотя, казалось бы, да, рациональные такие структуры. То есть я вижу то, что я должна видеть, да? То, что, как бы, мне сказали в качестве возможно-видимого. И поэтому, конечно, да, трудно услышать что-то, кроме того, что ты готов слышать, то, что ты готов слышать положено тебе властью теоретически в том числе, да? Безусловно. Есть необходимость и власть репрезентации. Но есть возможность этому противостоять. Не, как вот я начинала, да, с этой проблемы преступления или болезни. Не осмыслив репрезентации как преступление. И, соответственно, наказав, желательно, высшей мерой, да, чтобы этого больше не было. Чтобы мы, наконец-то, растворились в некотором поле настоящего такого. Ну, реального, настоящего. Если получится вот в том, что мы имели в архаике. Потому что невозможно, да? То есть невинности больше не будет. Надо отдавать себе этот отчет. А другими способами, да, есть способ преодолеть власть репрезентации. То есть, да, всем трудно так же, как и вам. Но с этим можно бороться. Я думаю. У меня есть даже возможности как бороться. Ну, это такой длинный разговор отдельный. Мне кажется, и не нужно бороться, потому что... Нет, не бороться, а профилактику как бы устраивать, да? Профилактику. Мне кажется, и не нужно даже профилактику, потому что вот я, ну, я по себе могу сказать, что, безусловно, разные степени понимания, там, последние, из которых ты можешь сказать то же самое другими словами, рестейт, там, фраз, там, до этого интуитивно понимание и так далее. Наверняка не все здесь присутствующие находятся на последней стадии понимания, когда они могли бы повторить все, что было сказано другими словами, понятными для себя и для окружающих. Но, тем не менее, мы все здесь находимся. Почему? Потому что что-то неизбывно нас влечет вот к такому роду, как и действительно в цирке. Глагол «жонглировать» не раз упоминался о том, что можно рассматривать вот эту вот ситуацию как в цирк, когда сидят уважаемые люди, облеченные многочисленными регалиями и способностями, бесконечным количеством знаний, которые жонглируют перед нами вот этими словами, концепциями, и мы смотрим и удивляемся, поражаемся этой удивительной картине, и это нас, безусловно, привлекает. Мы сами не можем этого сделать. И в этом смысле это, напоследок, в некотором смысле еще раз доказывает ваш первоначальный тезис о фетишизации теоретического, что в этом есть некая непонимаемая, нами слабо рефиксируемая, но какая-то притягательная сила, что все мы здесь находимся почему-то, не можем понять, не можем там пояснить, объяснить, но все равно мы здесь, и это нас привлекает. То есть фетишизация наличествует. И, может быть, и не надо с ней бороться, в ней, наверное, есть что-то прекрасное, что внутри нас влечет ко всему этому. Спасибо. Да, нам остается только согласиться. Правильно. Спасибо вам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...